Всем здравствуйте, вы на Политека Онлайн, я Александр Шелест и с нами Владимир Фисенко. Владимир, мое почтение. Доброе утро. Утро действительно доброе. Монастырский и Клименко давали брифинг и предотвратили фактически Майдан. И пять тысяч тетушек возле офиса президента буквально с понедельника с бутафорской кровью и проплаченными парамедиками боевым крылом должны были качать ситуацию в стране. Очень интересна просто мотивация и политическая ее составляющая. На брифинге мы услышали, что двое зачинщик-организатор задержаны, лозунги как бы очень праворадикальные, но организаторы, как говорит Клименко, в Кремле и связаны с так называемой ЛДНР. Что вы думаете по всему этому поводу? На самом неделе 31 января очень удачный момент для того, чтобы шатать. Дело не в удачном моменте, а дело в общей стратегии Кремля. Насколько мне известно из моих источников, по данным разведки и не только, Россия реализует в Украине на данный момент и на ближайшее время, примерно на ближайшие две недели, не стратегию военного нападения, а стратегию внутренней дестабилизации, нагнетания паники. Поэтому организация каких-то массовых акций, не нового Майдана. Новый Майдан организовать искусственно невозможно. Это уже показывает вся наша история. Это только в чьих-то горячих и неадекватных головах может быть иллюзия, что можно организовать Майдан. Массовые акции, ну как массовые, собрать несколько сот человек, даже собрать несколько тысяч человек, уже необходимо реальное участие тех или иных общественных и политических структур. Искусственно даже пару тысяч человек не соберешь. Это в былые времена, когда партия регионов была, если не при власти, то при силе, она могла свозить людей из разных регионов, там был финансовый резерв для этого. Это можно было сделать. А сейчас немножко другие времена. Но качать ситуацию, я более серьезно воспринимаю даже не вот это сообщение о предотвращении какой-то массовой акции, тем более это перформанс и опасность не в массовой акции, не в том, чтобы там создать какую-то телевизионную картинку. У нас и серьезные протестные акции проходят, реальные, там флоповцы, и там некоторые политические акции. Это, да, можно воспринимать всерьез, хотя тоже это не Майданы. А вот опасность в другом, что это может быть с одной стороны массовка для телевидения, а реально может быть провокация, где прольется реальный кровь. И вот главные риски это попытки наших провокаторов, возможно, подчеркиваю, возможно, по заказу с севера и востока организовать теракты. Вот это самое серьезное, что может быть, потому что именно это может быть использовано и для дестабилизации внутри страны, и для каких-то более агрессивных действий российской стороны. Владимир, вы знаете, я бы очень хотел, чтобы вы откомментировали цену вопроса более миллиона гривен, 800 гривен, 200 гривен и 2500 долларов тем, кто будет сжечь шины. Скажите, насколько вот то, о чем двое на пленках, которые подтверждают заговор, насколько это реальные цены? Слушайте, еще раз, давайте не использовать термины заговор и так далее. Речь идет о некой проплаченной акции. По ценам спрашивайте тех, кто занимается этим вопросом. Я этими вопросами не занимаюсь, знаю в этом плане не больше, чем вы. Но тут же еще раз подчеркну, дело не в цене вопроса. Цена вопроса, кстати, здесь имеет другое значение. Те люди, которые, возможно, подчеркиваю, опять-таки, возможно, взяли деньги у Москвы или еще у кого-то, потому что напрямую денег не дают, действуют всегда в таких случаях через посредников, они должны отчитываться за бюджет. Понятно, что значительная часть денег из этого бюджета воруется. В ведомости для заказчиков пишется одно, в реальности платят другое. Поэтому, что тут комментировать, это не имеет никакого значения. Скажите, насколько сценарии меня интересуют? Сначала офис президента, центр Киева, а далее ряд областей, которые ограничатся с Российской Федерацией. И лозунги, как наши правоохранители их декларируют и, в принципе, демонстрируют, они такие, знаете, военные. Война до победного конца, Зеленский-то не выполнил обещаний, но ведь Зеленский-то и не обещал, что мы силой будем отбивать неподконтрольные территории. Вот какой-то такой, знаете, глобальный диссонанс. И что вы? А чему вы удивляетесь? People's Howlbe! А чему вы удивляетесь? Дело в том, что вы почитаете российские СМИ, оценки, комментарии, прогнозы российских политологов, близких к Кремлю, политтехнологов, кстати, известных в том числе и в Украине, потому что работали неоднократно в Украине, в том числе с такими людьми, как Арсений Яценюк и некоторые другие, вроде бы, патриотические политики. Мы как-то забыли, но в 2009 году избирательную кампанию Арсения Петровича вели российские политтехнологи, причем такие махровые, я бы сказал, которые сейчас пишут статьи с призывами захватить две трети Украины, включая Киев. Поэтому в Москве, думаю, и в самом Кремле, и вокруг Кремля, очень много неадекватных оценок. Очень много. Отсюда и лозунги. Им же нужен, вот почему такие лозунги? Какая позиция Москвы? Ее озвучивает МИД, как официальный орган Министерства иностранных дел России. Позиция такая. Это не Москва готовится к нападению на Украину. Это Украина готовится к захвату Донбасса. Поэтому и повод нужен соответствующий. Захват Донбасса. Отсюда вот и вроде бы неадекватные лозунги. А лозунги как раз должны как бы, вот как бы, это так вот думают в Москве, подстегнуть наших прав радикалов, чтобы они присоединились, чтобы пойти по ходам на Донбасс, освобождать Донбасс. А это повод для Москвы, для ответной контратаки. Потому что они же пишут, что якобы Украина хочет нападать на Донбасс. А это угроза жизни уже более 600 тысячам российских граждан, которые получили паспорта российские в этом регионе. Поэтому нужен повод. Провокации нужны именно как повод. И вот о адекватности Москвы и пропагандистов российских свидетельствуют также, помните, недавнюю кибератаку, которая была пару недель назад. Лозунги, которые разместили на взломанных сайтах. Тоже на трех языках, включая польский. Тоже как бы такие провокационные, проволыни и так далее. Это стилистика московской пропаганды. Поэтому не надо этому удивляться. Здесь проявляется неадекватность московских пропагандистов. Ну, видимо, как главных заказчиков. Я бы хотел, чтобы еще один вопрос по этому брифингу, по этому предотвращению Майдана. На самом деле... Да нет никакого Майдана. Какой Майдан? Слушайте, забудьте это слово. Не имеет никакого отношения к тем дурацким акциям, которые, возможно, планируют. Хорошо. Забыли слово. По предотвращению протестов, Владимир, вот этих инсценировки жертв. Потому что 200 фаеров, 200 шашек, 20 шин, 10 огнетужителей, 12 радиостанций. Бутафорская кровь. Мы понимаем, что это, ну, огромная, ну, достаточно серьезная провокация. И нашим правоохранителям удалось ее предотвратить. Насколько показателен именно этот факт о том, что, ну, знаете, многие ведь смеялись, там, вот Аваков у нас-то был министр, вот это министр. А монастырский, мол, пародия. Ну, вот выходит монастырский и предотвращает достаточно крупную спецоперацию провокационного характера. Откомментируйте, пожалуйста, действия силовиков и, ну, на самом ли деле, в момент, когда все нагнетается, нам есть на кого положиться? А это только жизнь покажет. В данном случае мы говорим об отчете, о том, что предотвратили. О том, что такие провокации могут готовиться, могут реализовываться. Действительно, говорят разные данные. И, судя по всему, правоохранительник к этому готовится. Не только МВД, а к этому готовится СБУ. Ну, и СБУ, я думаю, здесь играет решающую роль в большей степени. Другие спецслужбы. Поэтому МВД, конечно, не хочет отставать. Монастырский при любом случае демонстрирует свою эффективность. А вот лучше он, министр, чем Аваков или нет, жизнь покажет. Аваков тоже фигура неоднозначная. Кто-то его хвалил, кстати, больше после отставки, нежели до отставки. Хвалить начали после отставки. А кто-то очень сильно критиковал. У Аваков было очень много критиков, напомню. И по делу об убийстве Шеремета. Ну, что касается дела Антоненко и других, которых арестовали по подозрению причастности к убийству Шеремета. Ну, и за некоторые другие вещи критиковали. Поэтому полиция у нас работает на своем уровне. Если вот совместно... Я бы здесь не выделял какое-то ведомство и каких-то там руководителей. Они должны действовать совместно. Вот не будет каких-то серьезных провокаций, серьезных проблем с безопасностью. Значит, они сработали нормально. Поэтому вот я этого им и желаю. А хвалить будем, когда все это закончится. Ну, и еще такая тема, достаточно интригующая. Всем очень было интересно, придет ли Порошенко на допрос, не придет ли на допрос в ГБР. Пришел и заявил, что сотрудничать со следствием не будет. Говорит, эта позиция с адвокатами согласована. Ну, судя по всему, ну, действительно, вот будет 63-я статья Конституции, не помню, не знаю. Вот как вы думаете, вот сейчас, ну, вот насколько политически выгодно для Порошенко, ну, вот эти, знаете, визиты в ГБР. Потому что, ну, образно, вот он в ГБР побывал, а дальше на согласительное заседание в парламент пойдет. И, ну, таким образом, кого-то вокруг себя консолидирует. Как вы оцениваете? Визиты в ГБР не консолидируют никого. Консолидируют такие вещи, как попытка его арестовать, задержать. Ну, то, что мы наблюдали 17 января. Вот там была со стороны властей явная ошибка. Когда пытались организовать действия якобы по задержанию Порошенко. Я уж не знаю, всерьез хотели это или нет, но объявили об этом заранее. То же самое ГБР. В итоге не сделали. Это был прокол. Если уж вы что-то анонсировали, вы должны были это сделать. А так вы расписались в собственной беспомощности. Либо, скажем так, в непоследовательности своих действий. А вот Порошенко-то использовал по максимуму. Вот тогда это сыграло в его интересах. А сейчас логика совсем другая. Это логика не про политику. Потому что это даже не стало серьезной новостью. Ну, кто это обсуждал? Там или вот этот суд о переносе апелляции. Обсуждали только масс-медиа, близкие к Порошенко. Вот для них это была главная новость. Все, что связано с их патроном, это главная новость. Всех остальных это не интересовало. Это не интересно. Политически это не играет никакой особой роли. Но тем более визиты в ГБР. Визиты в ГБР нужны в Государственном бюро расследования. Нужны по другой причине. Порошенко нужно показать, что он формально, формально выполняет требования по своим личным обязательствам. Я напомню, по суду мера пресечения избрана личное обязательство. А это предполагает, что он должен сдать паспорта заграничные. Он это сделал. Хотя тоже вначале была информация, что нет. Якобы он категорически против этого. Он должен ездить по заграницам. Нет, сдал. И теперь по обязательствам он должен посещать. Когда следователь пригласит, он должен посещать следователя. Он это тоже делает. Но для публики он показывает, что он сотрудничать не будет. Он это дело не признает и тому подобное. Вот в этом двойственность его позиции. Формально он выполняет личные обязательства. А это, кстати, говорит о том, что он опасается. Он опасается, что, не дай бог, если его обвинят в нарушении вот этого правового статуса, тогда ему могут усилить меру пресечения. Он этого не хочет. Поэтому здесь в основном работает сугубо правовая логика. А политически Порошенко попытался заявить себя якобы как лидера, единого лидера оппозиции. Ничего из этого не вышло. Никто из других оппозиционеров, кроме формальных слов, даже не столько в поддержке Порошенко, сколько критики в адрес власти, дальше не пошел. Поэтому никто не будет объединяться вокруг Петра Алексеевича. Для остальных оппозиционеров он конкурент. И наоборот, они мечтают, чтобы у Петра Алексеевича похуже было. Чем меньше конкурентов, тем лучше. Поэтому пока я бы не рассматривал вот эти все события как какие-то большие новости, которые могут сильно повлиять на политическую ситуацию или на рейтинге Порошенко. На рейтинге Порошенко повлияли события 17 января. То, что сейчас происходит, никоим образом не влияет на отношение к Петру Алексеевичу. Владимир, я исключительно подвязываю Порошенко под несостоявшуюся группу поддержки возле ГБР. То есть видно, что активисты за ним не будут ходить постоянно. И ввиду этого у меня возникает вопрос. Насколько вообще после брифинга МВД, после пустого только журналиста и адвоката из Порошенко дискредитирован сам протест? И власть действительно идет по этому пути, что любой протест, рука Кремля. И насколько в Украине это возможно, добиться именно этого результата? Невозможно. Невозможно. Потому что любой серьезный наблюдатель видит разницу между реальным протестом, ну как вот у ФОПовцев, например, или, кстати, у тех же сторонников Порошенко. Когда они защищают своего лидера. Да, там есть и массовка, конечно, какая-то часть массовки тоже была. Но есть и реальные фанаты Петра Алексеевича, есть общественные и политические организации, которые его поддерживают. У него есть своя тусовка. Да, поэтому, да, но у ФОПовцев там есть за что бороться, есть свои интересы. Или, например, когда евробляхеры устраивали свои протесты. Это реальные протесты. А есть искусственные протесты, это очень заметно. Поэтому, и, соответственно, знаете, можно попытаться дискредитировать кого-то или что-то, но всегда будет заметна разница между реальными политическими акциями или протестными акциями и придуманными, искусственными, проплаченными. Эта разница всегда заметна. Вы знаете, вот перед допросом, ну, понятно, что массовки не было, но Порошенко вот так вот ярко говорит, что я должен был быть на согласительном совете, поднять зарплату военным до 25 тысяч, тем, кто на фронте 50 тысяч, я должен был продвигать эту инициативу, но вот я на допросе, и Зеленский меня кошмарит, это для того, чтобы военным не платить. Ну, как-то дешево. Это непонятно, но это политическое лицемерие, это политическая игра, манипуляция. Что ж он не поднимал до 25 тысяч, когда был президентом? Поэтому я даже, ну, просто, знаете, вот вы сказали про зарплату. Я помню забавную очень историю, когда Гройсман стал премьер-министром, ну, немножко освоился в кресле, и к концу года, когда начался бюджетный процесс, поднял минималку, минимальную заработную плату. Это тогда вызвало фурор, но он существенно поднял на тот момент, и начали кто-то упрекать в инфляции, что это спровоцирует инфляцию, что это для малого бизнеса огромный удар. Но я знаю по своим источникам, это вызвало просто истерику и очень сильную ревность в администрации президента Порошенко. Они засуетились и начали как бы пытаться представить, что это он, не Гройсман, а Порошенко якобы инициатор вот этого действия. Да, поэтому, слушайте, все это дешевые манипуляции. Опять-таки, это тоже стратегия защиты. Тут даже не столько про политику, это стратегия защиты. Вы заметьте, Порошенко не дает этого тоже стратегии защиты. Он не дает, и его люди, включая штатных пропагандистов, не дают никаких комментариев по содержанию, по сути самого дела. Кто и как организовал вот эти поставки налички в обмен на уголь? Кто принимал решение о передаче огромной суммы налички, несколько миллионов гривен, через линию фронта? Это в разгар боев на Донбассе, в том числе в разгар штурма Донецкого аэропорта. Вот кто это сделал? Кто отдавал приказ? Ни слова. Они этой темы категорически сбегают. Абсолютно ее не комментируют. Вместо этого вот идут такие параллельные манипуляции, встречные обвинения и тому подобное. Так что это тактика защиты в большей степени, нежели попытка там нарастить себе рейтинг. Ну и еще один аспект, он наверное очень важен, потому что сейчас взгляды, ну уж коли там российские войска у границ, несмотря на там заверения разных источников, которые продолжаются в западной прессе, они вроде бы как оттянулись назад в места постоянной дислокации, частично, вроде бы напряжение спало, но здесь на первый план выходит уже там неподконтрольный украинский Донбасс. И ну вот заявления из России вот уже поступают, что есть какая-то общая консолидированная в Госдуме Российской Федерации позиция, то есть не только коммунистов, которые там предлагают признать так называемое ЛДНР, а еще и там других фракций, мол обращение к Путину защитить республики. Мы видим, что поднимается ставка как раз таки в отношении противостояния на Донбассе. И уже говорят о 14 февраля, что это может быть дата, когда республики признают. Но здесь парадокс. Если что-то подобное произойдет, то это означает, что из Минских соглашений выходит Россия. И, казалось бы, России это невыгодно. Как вы оцениваете 14 февраля как возможную дату вот такого признания, учитывая то, что 14 февраля день освобождения города Луганска от немецко-фашистских захватчиков. Символизм же? Вы слушаете, ну что касается символизма, тут много чего можно вспомнить. В этом году, кстати, насчет символизма 100 лет создания СССР. И многие тоже на это обращают внимание, что может быть это тоже имеет значение для Путина и так далее. Но, по сути, во-первых, по поводу снижения напряжения от ввода российских войск. Слушайте, это игра. И тут надо понимать, что Россия, как, кстати, с войной на Донбассе, она действует очень специфично. Она то поднимает тумблер напряжения, увеличивает интенсивность обстрелов, боевых действий, либо опускает, когда нужно, и там несколько дней никто не стреляет, либо как бы демонстрация, что Россия готова выполнять требования безопасности. Вот так точно и с концентрацией войск на нашей границе. То сконцентрировали, потом, вот напомню, ведь уже это было, после Нового года якобы какие-то части закончили учения, их отвели. Что произошло потом? Новые пришли. Сейчас опять кого-то якобы отвели. Скорее речь идет о перемещении. Поэтому Россия играется. Это, как знаете, игра кошки с мышкой. Вот так вот они играются, прежде всего, с западным общественным мнением, с западными СМИ. Ну и немножко как бы это тактика по отношению к Украине. Вот сейчас, мол, мы готовы к переговорам. Идут переговоры по Донбассу. Должен состояться второй раунд где-то через 10 дней. Вот тогда посмотрим. А сейчас якобы мы снижаем напряжение. Но в любой момент Россия может пригнать новый военный контингент на тот или иной участок украинской границы. Поэтому не надо это воспринимать как некую положительную тенденцию. Это такие, знаете, кто-то называет это качелями. Но можно сказать, такая синусоида. Вверх-вниз. Причем несущественно. Основной военный контингент остается, российский, остается на нашей границе. Поэтому напряжение и риски, они сохраняются. Просто немножко играют внешней стороной, показывая, что, мол, мы готовы сделать, но в обмен на что-то. Теперь, что касается признаний. Действительно, если Россия признает ДНР ЛНР, это будет означать не столько формальный выход из минских соглашений, сколько разрушение политической части минских соглашений. Тогда минские соглашения теряют смысл. Ведь политическая часть минских соглашений касается реинтеграции ОРДЛО в состав Украины. А как два признанных Россией государства будут реинтегрироваться? Разве что на условиях конфедерации. Но это категорически неприемлемо для Украины. Поэтому вот эти все заявления в Госдуме, это шантаж, конечно. Это шантаж перед вторым раундом переговоров в нормандском формате, который должен состояться в Берлине. Поэтому Россия как бы шантажирует, что, мол, если Украина и Запад не пойдут на уступки по выполнению минских соглашений, но на российских условиях, тогда, мол, Россия признает ОРДЛО, признает две так называемые республики. Возможен ли этот сценарий? Да, в перспективе возможен. Сейчас, на данный момент, пока нет. Не будет Россия этого делать, пока не откажется от стратегии принудить Украину к выполнению минских соглашений. Но если станет очевидно через какое-то время, что ни Запад, ни, главное, Украина не будет идти на прямые переговоры с так называемыми ДНР и ЛНР, то тогда я не исключаю, что Россия может хлопнуть дверью и сказать, что нам это надоело, мы признаем две эти республики. Но могут сделать по отношению к ним то же самое, ограниченное такое признание, как это сделали по отношению к Южной Осетии и Абхазии. Вот что-то подобное. Поэтому этот сценарий возможен на перспективу. Надо также понимать, что, по сути, ползучая аннексия уже началась. Раздача российских паспортов в ОРДЛО означает, что вероятность реализации политической части минских соглашений приближается к нулю. Для нас неприемлема та модель реинтеграции ОРДЛО, которую предлагает Россия. То есть реинтеграция двух республик с закрепленным в Конституции особым статусом. Это фактически даже не федерация. Это будет очень похоже действительно на конфедерацию. И к тому же, судя по тому, что записано в минских соглашениях, у этих территорий будет еще особое отношение с Россией. То есть это будет такой кондоминиум, знаете, или такой протекторат российский на нашей территории, двойное управление. То есть формально эти территории будут в составе Украины, а реально будут под контролем Москвы. И все, это конец украинского суверенитета. Поэтому для нас это категорически неприемлемо. И тут проблема другая будет. Вот для наших переговорщиков, которые поедут на следующую встречу советников нормандского формата в Берлине, советников лидеров стран нормандского формата, которые стоят в Берлине, будет очень серьезной тактической задачей. Как вырулить, как, извините, термин используют иногда, пропетлять, пройти между Сциллой и Харибдой. С одной стороны, нам нужно продолжать переговорный процесс, чтобы снижать тем самым риски военной агрессии России против Украины, в том числе и на Донбассе. А с другой стороны, не пойти на принципиальные уступки России. Вот это очень непросто. Поэтому нужно тщательно продумать тактику, каким образом выруливать, избегать неприемлемого для нас. Ну и одновременно все-таки снижать риски агрессивных действий со стороны России. Это очень непростая задача. А Россия, да, вот, они для себя держат вот этот сценарий признания ДНР-ЛНР как запасную стратегию. Это такой сценарий или план Б. На тот случай, если они окончательно убедятся, что все, Украина не пойдет на никакие прямые контакты с этими республиками, не будет выполнять Минские соглашения на российских условиях, вот тогда-то они могут их признать. Владимир, Эрдоган – это план Б Зеленского? Вот звучат из неподконтрольных территорий голоса, мол, мы, конечно, можем и хотели бы поехать в Стамбул по приглашению Эрдогана, но, может быть, это ловушка? Только мы пересечем границу с Турцией, нас повяжут. Эрдоган – это план А для самого Эрдогана. Это нужно ему в первую очередь. Что касается продолжения минских переговоров, точнее, переговоров в трехсторонней контактной группе, уже в вочном режиме, не так, как сейчас в онлайн-режиме, потому что уже почти два года переговоры идут в онлайн-режиме. И это с конца марта 2020 года. Поэтому, даже, да, с конца марта 2020 года. Поэтому на данный момент ситуация очень противоречивая. В Минск вернуться невозможно. Нужно идти на какую-то другую площадку. На какую? Вот одна из наиболее вероятных площадок – это действительно Стамбул, либо другой город в Турции. Просто Стамбул – очень удобный транспортный хаб. Переговоры, в конце концов, могут идти даже в аэропорту. Там, насколько я знаю, бизнесмены проводят встречи. И, в принципе, при желании турецкая сторона может организовать некое переговорное пространство, даже в здании международного аэропорта, чтобы далеко не уходить, чтобы все было удобно. И там вести переговоры. Это вариант, удобный для всех в том смысле, что, например, для ОБСЕ тоже недалеко. Например, для сравнения. Давно еще, с 2014 года, свои услуги как переговорные площадки предлагает Казахстан. Но лететь в Астану далеко – это от нас пять часов лететь, из Вены еще дольше. И, конечно же, тут неудобно чисто логистически. Но после недавних событий в Казахстане, я думаю, что желание и интерес лететь туда или там проводить переговоры еще меньше. С этой точки зрения, я думаю, что вариант с Стамбулом остается. Но об этом будут договариваться. Это будет зависеть от общего контекста дальнейшего переговорного процесса и в нормандском формате, и переговоров между США и Россией. Потому что все эти переговорные линии, они сейчас взаимосвязаны. Если, например, не только переговоры в нормандском формате зайдут в тупик опять из-за позиции России, но и зайдут в тупик и переговоры между США и Россией, если Россия не пойдет на какие-то компромиссы, то есть не перейдет к переговорам по частным вопросам, не по этим своему ультиматуму, а именно по частным вопросам, по ракетам средней дальности и так далее, то тогда, возможно, новая холодная война. Вот то, что мы сейчас видим, это просто станет постоянной реальностью. Концентрация войск на границе, снижение до минимума контактов, взаимодействия друг с другом, агрессивная риторика в адрес друг друга и постоянная концентрация войск. И тогда переговоры могут зависнуть, то есть формально они могут продолжаться в онлайн-режиме, но это будет лишь формальность, такая инерция переговорная, не более того. И тогда, кстати, в этой ситуации могут признать и ДНР, и ЛНР, если возникнет действительно новая холодная война, новое противостояние между Западом и Россией. Для нас это как бы не очень хорошо в том смысле, что мы же будем на передовой, мы постоянно будем в зоне риска. У нас и так этот риск был с 2014 года, а так он просто на порядок будет сильнее и в постоянном режиме. Другое дело, что и поддерживать вот это напряжение постоянно тоже крайне сложно. Это тяжело просто. Просто сохранить войска где-то рядом, создать стратегические базы уже на постоянной основе, а не временные лагеря. Да, это возможно. Вот как Советский Союз держал в ГДР большую группировку, вот так вот будут большую группировку держать на нашей границе, плюс на границе со странами Балтии, базы в Белоруссии могут создать и тому подобное. Но это вот сценарий как бы новой холодной войны. Я благодарю вас за эту беседу. Владимир Фиценко был с нами на Политэка Онлайн. Подпишитесь на наш канал, поставьте лайк и напишите комментарии, что думаете по всему этому поводу. Действительно, игры России, предотвращенный протест с бутафорской кровью, ну и Порошенко. Комментарии приветствуются, как и ваша верность нашему каналу. Владимир, спасибо. До новых встреч.